Здравствуйте! Сегодня 26 января 2020 года, московское время 15 часов 10 минут. И я продолжаю серию рассказов о музыкальном направлении, к которому пришла пора дать уже официальное название. Это пение стихотворений Марины Цветаевой. В дальнейшем я буду использовать сокращенное название пение стихотворений, но это нельзя назвать полным названием, потому что на сегодняшний день я не уверен, я даже не думаю, что всю эту технику можно использовать для других поэтов. Фундаментом является безусловное уважение труда Марины Цветаевой, а способом реализации предельная точность, подкрепленная тщательным изучением жизненного контекста, включая музыкальный контекст. А сегодня очень важный рассказ, поэтому у меня вот здесь конспектик есть, чтобы не забыть ничего, потому что все это очень важно. Сегодня я расскажу о конструировании музыки стихотворения. И рассказ этот будет в двух частях. Теоретическая и практическая часть. Переходим к части теоретической. У нас есть три компонента, размещенные по отношению к слушателю на трех планах. На переднем плане стихотворение Марины Цветаевой. На среднем плане мелодия стихотворения. И на заднем плане аккомпанемент, которого может и не быть, если стихотворение поется акапелла. Итак, стихотворение на переднем плане. Оно никогда не должно поглощаться музыкой. Или, как я раньше говорил, стихотворение не должно тонуть в музыке. Это значит, что музыка не должна к себе привлекать абсолютно никакого внимания. Даже если есть какая-то часть музыкальная, чисто, то все равно музыка должна только создавать атмосферу и поддерживать настроение этого стихотворения. Размещая стихотворение на переднем плане и соблюдая все правила пения, о которых мы уже знаем, мы должны, то есть мы тем самым демонстрируем уважение к подавляющему меньшинству слушателей потенциальных. Это люди, которые действительно видят это стихотворение, потому что они его прекрасно знают. Потому что они знают и хорошо понимают Марину Цветаеву. Проявить уважение к этому подавляющему меньшинству знающих слушателей и при этом проявить, конечно же, уважение, это автоматически получается, и к большинству, но и при этом понравиться большинству, это удел гениев, я бы так сказал. А простые люди, как я, должны для себя просто решить либо он, этот человек, либо я в тренде, как принято говорить, да, и я игнорирую известное высказывание Монтене, которое цитирует и которого, на мой взгляд, сама придерживается Марина Цветаева. Либо этому высказыванию следовать. Вот оно. Сейчас я его попытаюсь по памяти процитировать. Пусть вам припомнится тот, кто на вопрос, к чему он затрачивает столько усилий, постигая искусство, которое он все равно не сможет донести до людей, ответил, с меня довольно очень немногих. С меня довольно даже одного. С меня довольно даже, если не будет ни одного. Итак, чем музыка может отвлекать внимание от стихотворения? С одной стороны, своей экстравагантностью, какими-то звуками необычными, а с другой стороны, наоборот, своей простотой, так что подпевать хочется. Знаете, даже когда впервые слышишь песню, иногда бывает такое, прямо подпеваешь, потому что мелодия красива и, главное, предсказуема. Альфред Шнитке в своем интервью, фрагмент которого я опубликовал на канале, и вы можете его почитать, назвал это «Инерцией тональной музыки». Как же конструировать музыку стихотворения, чтобы она не отвлекала на себя внимание, а наоборот, концентрировала внимание на самом стихотворении, которое находится на переднем плане? Нельзя сочинять музыку. Это главное. Когда я чувствую, что я начинаю сочинять музыку, я гитару откладываю, рву эти листочки свои, нотные, которые я там записывал, и возвращаюсь к чтению стихотворения. Это значит, что я его не дочитал. И я не слышал его до такой степени, чтобы можно было просто записать ноты Марины Цветаевой и ее звук. Для конструирования музыки стихотворения, это, пожалуй, самое главное, что я хотел сегодня сказать, нужно чувствовать музыку свободно. Даже свободнее, чем для того, чтобы музыку сочинять. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим, это традиционно делается, посмотрим на клавиши пианино или рояля, черные и белые. Возьмем ноту, например, Ми малой октавы и до ноты Ми первой октавы. Ну, точнее, до Ми бемоль включительно 12 нот. 12 тонов, 12 звуков. Человек на самом деле нормально воспринимает и 24 тона. Но считается, что четверть тона, они плохо воспринимаются человеком. Это на самом деле не так. Я в свое время уже вам советовал найти видео и посмотреть о микротоновой гитаре, как она выглядит, как она звучит, звучит, как на ней играют. И сейчас я вам посоветую обязательно, найдите и послушайте. Серия видео есть такая, о четвертьтоновое пианино. И как оно выглядит, и произведения для него написаны, прелюдии там, я, насколько помню, шесть прелюдий, как они звучат. Они звучат очень красиво. И представьте себе еще, если бы мы из поколения в поколение, с раннего детства слушали эту музыку. Я думаю, что она была бы совершенно для нас нормальной и красивой. Но жизнь наша сложилась вот так, что у нас 12 тонов. И теперь самое главное. Они все абсолютно равноправны, когда мы записываем мелодию стихотворения. Например, в тональности ми минор, позднее будет понятно, почему я все время говорю ми минор, всего семь из этих 12 нот. Ми, фа, диез, соль, ля, си, доре. А для нас два правила. Вернее, два подправила в этом одном правиле. Во-первых, все звуки, тона, ноты равнозначны при написании музыки, мелодии и стихотворения. А во-вторых, нет никакой тональности. Вот принципиально нет никакой тональности. Представим себе, что мы смещаемся на полтона от ми, фа, от фа до фа, от фа диез до фа диез, от соль до соль. Все это свободное для нас совершенно пространство звуков. Это я так плавно перешел к аккомпанементу. У меня гитара, значит аккорды. Так вот, запомните, для того, чтобы чувствовать себя свободно в музыке. Какой бы аккорд вы не взяли на гитаре, абсолютно любой, это будет аккорд в тональности ми минор. Так же, как и в любой другой тональности. Если вы считаете, что это не так, можете мне прислать, почта у меня опубликована на канале, вот такой аккорд, он не в тональности ми минор. Я вам в ответ пришлю какую-нибудь песенку, где будет видно, что этот аккорд просто чуть ли не основной в тональности ми минор. Почему я все время говорю ми минор? Это из чисто практических соображений. Поскольку я сам и пою, и играю, чтобы хоть какое-то качество у этого всего было, приемлемое более-менее, я вынужден использовать диапазон, естественно, мой природный, это где-то полторы октавы, и использовать свое неумение играть на гитаре, таким образом, чтобы где-то быть все время в начале грифа, и почти все аккорды брать наиболее простым для меня способом. Хотя понятно, что поскольку в тональности ми минор могут быть абсолютно все аккорды, которые только можно взять на гитаре, теперь это уже не работает, и мне часто приходится записывать, брать вот эти баре, что для меня очень сложно, и так далее. Вот и все, из чисто практических соображений. Это скорее даже не ми минор, а ми, это тот самый диапазон, о котором я сказал в начале. А почему еще и минор я добавляю? Да просто потому, что я привык так записывать ноты. Просто мне так просто и привычно. Я пишу постоянный знак альтерации фа диез у скрипичного ключа, и у басового ключа, а потом пишу те ноты, которые я слышу в связи с многократным до тысячи раз, как мы помним, чтением стихотворения, то есть записываю звуки Марины Цветаевны. Итак, именно сочетание двух этих правил равноправие всех нот при конструировании мелодии, второй план, и равноправие всех аккордов при конструировании аккомпанемента, третий план. Именно это и дает нам парадоксальное состояние свободы в музыке, хотя мы вынуждены, мы не сочиняем же музыку, а записываем ее. Поэтому это состояние, конечно, парадоксальное. Альфред Шнитке сказал замечательные слова в интервью, которое я опубликовал, о том, как он писал музыку вот этого вокального цикла «Три стихотворения» Марина Цветаевой. Он сказал, я ее писал не а-тонально, не тонально, а свободно. Опираясь на слова стихотворения. И это был такой большой шаг именно к пению стихотворений, потому что он, в отличие от многих композиторов, ничего не переделывал в словах, по крайней мере, цветами. Почему же он получился таким неясным, и почему за ним ничего не последовало? О третьем направлении Микаэла Тривердиева мы с вами уже подробно разговаривали. Сам Альфред Шнитке это объяснил по-своему вот этим ковырянием в рояле, что это заключается в использовании в таком уклоне к нетрадиционному звукоизвлечению. Но, на мой взгляд, дело не в этом. А дело в том, что композитор именно сочинял музыку, а не записывал ее. И тем более, что в этом случае, когда пишется романс, то на переднем плане нет никакого стихотворения. Это же не пение стихотворений, а пение романса на стихи, принципиально разная вещь. Более того, если бы если бы все шло от звука Марины Цветаевой, то даже нетрадиционную технику игры на рояле, когда мы играем не по клавишам, а по струнам рояля, можно было бы использовать так, чтобы не оказывать влияние и чтобы на стихотворении, чтобы оно не тонуло в музыке. Ну вот представим себе, это банальный, конечно, прием, который, как мне Андрей подсказал, используется часто, но я просто пример, как пример привожу. Если мы подойдем к роялю, если у вас есть такая возможность, там, поднять крышку, правой педалью поднять все демпферы и провести рукой по струнам, не знаю, в каком лучшем регистре, посередине можете, справа в высоком регистре, слева, какой звук вот вам больше понравится, который ассоциируется с раковиной, в которой еще не умолок океана, которую пепелит черная ночь. Но разместить этот звук, естественно, нужно не там, где эти слова, я только раковина, где еще не умолк океан, а наоборот, где-нибудь в конце, например, стихотворения. И тогда этот звук не будет поглощать стихотворение, как океан, а будет, наоборот, его продлевать совершенно естественным образом. Ну, вероятно, вторая практическая часть будет для многих поинтереснее. А сейчас перерыв для того, чтобы вы послушали прелюдии для четвертьтонного пианино, ну или, например, роман с Альфредом Шнитке, который опубликован у меня на канале. Продолжение следует...